Новости на Дону. Более чем на 58% превышен эпидпорог, сообщает региональный Минздрав. Ранее говорили, что наиболее серьезная эпидемиологическая обстановка наблюдается только в Ростове. На Донскую столицу приходится 75% подтвержденных диагнозов грипп. От осложнений, вызванных этим заболеванием, погибло 8 человек. Всего по области зарегистрировано 288 случаев гриппа. Большинство вызвано штаммом А, H1N1. При этом в аптеках до сих пор перебои с противовирусными препаратами. Это в частности показало обзвон ростовских аптек. Его провела сегодня наш корреспондент Инна Билан. Вы подскажите, пожалуйста, появилась экстреновая мазь? Нет, к сожалению, нет. А из противовирусных кагоцелл? Завтра все будет. Кагоцелл сегодня вечером подходите. Арбитрилл? Это завтра, скажите вам. Нелегко сегодня купить и банальные медицинские маски, без которых, кстати, зачастую не пускают в детские поликлиники. Нехватку препаратов подтвердили на прошлой неделе. В пятницу глава региона дал указание в экстренном порядке пополнить запасы аптек. Василий Голубев обещал обойти аптеки лично и проверить, как выполняется его поручение. О том, как Ростов и Ростовская область борются с гриппом и острыми респираторными заболеваниями, мы поговорим в четверг со специалистом регионального Минздрава Татьяной Коваленко. Следите за нашими анонсами. У Ростовской области могут появиться сразу два румынских города-побратима – Слобазия и Галац. Дружеские связи обретут Красносулинский район и Таганрог. Такое предложение прозвучало на встрече главы Донского региона с новым генеральным консулом Румынии в Ростове Даниэлем Решики. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, а Румыния готова к бизнес-диалогу на любые темы. Я считаю, что и в Румынии, и в Ростове люди не знают очень много о возможностях, по которым можно сотрудничествовать. Из-за этого я считаю, что надо и предложение от нас, и предложение от вас сделать что-то конкретное. Ростовскую область интересуют румынские наработки в агропромышленном комплексе, энергетике и транспорте. Найти новых зарубежных партнеров донские предприниматели смогут уже через несколько месяцев. О свежем номере газеты «Молот» расскажет главный редактор издания Мария Карачевцева и ее коллеги. Сразу после дайджеста вернемся к новостям. Здравствуй, Дон. В свежем номере газеты «Молот» советы экономистов, что делать, когда падают рубль, а также когда в аптеках Ростовской области появятся лекарства от гриппа. Что такое зеленый щит и зачем он Ростову, объясняет Владимир Савеленко. Мой материал посвящен законодательной инициативе, которая подразумевает окружение всех мегаполисов России, кольцом из лесонасаждений. Ростовские экологи уверены, что подобный зеленый щит жизненно необходим в Донской столице. Что потеряет Ростов, если Дмитрий Полос уйдет в московский «Динамо», рассуждает Юрий Соколов. Газеты пишут, что Донской и столичный клубы уже ведут переговоры, и дело вроде бы уже на мази. Но с другой стороны, Дмитрий Полос выходит в составе Ростова в контрольных матчах на предсезонном сборе в Арабских Эмиратах и исправно забивает головы. Читайте «Молот», у нас надежные источники. Это был обзор свежего номера газеты «Молот». Мы передаем его дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Далее к новостям. Ростовские хоккеисты проиграли своему главному сопернику – Мордовии. Обидно, что в первом матче ростовчане выиграли со счетом 3-1. Но повторный матч оказался неудачным для кондоров. Хозяева льда, встреча прошла в Саранске, разгромили нашу команду. Итог игры – 4-1. По словам главного тренера хоккейного клуба «Ростов» Григория Пантелеева, всему виной грипп, цитирую, «не стал бы утверждать, что мы физически подсели. Дело в том, что нас подкосил серьезный вирус. Даже в домашние встречи у нас играли всего 18 человек. Некоторые ребята вышли на площадку с температурой». Конец цитаты. Тем не менее, хоккеисты Ростова продолжат участие в первенстве ВХЛ. Очередные матчи пройдут на выезде. 3 и 4 февраля в Самаре они встретятся с ЦСКА ВВС. Птицей 2016 года стал удод. Решение избрать этот вид главным признал Союз охраны птиц России вместе с ростовским заповедником. Удоды обитают в сельском местности. В нашем крае место для гнездования находят они в разрушенных постройках, шиферных крышах, вблизи прудов, где растут ивы, или в старых карьерах. Раскраска у них контрастная, длинный изогнутый клюв и красивый хохолок, который раскрывается в минуты опасности. Главную птицу в России избирают уже практически два десятка лет. В течение года этот вид исследуют и знакомят с ним население. В прошлом году главный титул отдали горехвостке. Эти и другие новости читайте на нашем сайте. Югрегион.ру В студии была Наталья Тарасова, служба информации, радио ФМ на Дону. И о погоде. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Ростове ночью будет минус 14, завтра снег, минус 2, в шахтах ночью 16 градусов мороза, завтра также снег и 4 градуса мороза, в Сальске ночью минус 13, днем будет 4 градуса ниже 0, пасмурно и без осадков. И о маленькой погоде. В селе Советский Дар, что в Азовском районе Ростовской области, ночью будет минус 13, но без осадков. Утром минус 11, днем потеплеет до минус 4, а к вечеру еще на градус, но пойдет снег. А к вечеру еще на градус станет ниже, но пойдет снег. В ночь на четверг минус 1, снег усилится.